книга открытым оком тема суды том 30 вопрос 4091 насколько серьезны были обвинения против душеного каю и как дело его шло отвечает игнатий тихонич лапкин лично там не был данные все только из интернета кавычки открываются заседание суда по делу душеного состоялось 26 марта ввиду большого стечения православные к зданию суда их активного противодействия беззаконию судебные приставы пытались переписать фамилии паспортные данные всех пришедших что зафиксировано фото и видеокамерами дело отправлено на дальнейшую фабрикацию 17 марта городская прокуратура санкт-петербурга старший помощник прокурора а.в. федоров вынесла постановление о отказе в возбуждении уголовного дела против главного редактора газеты русь православная каю душевного в связи с отсутствием состава преступления далее ссылка идет сайт рус прав точка орг затем как пишет душенов моя статья наглая и трусливая жидовская сволочь сообщением об отказе прокуратуры возбуждать против меня уголовного дела была опубликована 29 марта а уже на следующий день 30 прокурор петербурга сергей зайцев отменил постановление от 17 марта 2006 года подготовленная его же собственным помощником теперь он направил дело душенова на дополнительное рассмотрение в управлении по расследованию особо важных дел также ссылка на сайт рус прав точка орг то есть в этом отношении очевидно инициатива местных питерских властей возможно самой матвиенко праведницы народов мира которую именно статья душенова наглая и трусливая жидовская сволочь под заголовком прокуратура санкт-петербурга не нашла в этих словах ничего обидного для евреев могла возмутить и заставить распорядиться об отмене первоначального оправдательного постановления касательно же столицы из всего этого очевиден вывод суд и прокуратура действуют в русско-еврейском конфликте не самостоятельно а подчиняясь некому единому для них приказу сверху отказывать обеим сторонам чтобы погасить конфликт кавычки закрыты в питере 16 марта опер группа оперативно-розыскного бюро при поддержке восьми спецназовцев под руководством команды следователей из прокуратуры провела полноценную спецоперацию с штурмом квартиры наручниками угрозами и побоями против меня грешного и доктора юридических наук профессора олега гуревича каратаева руководителя широко известного клуба русская мысль только по случай по случайной только по случай по по счастливой случайности под раздачу не попал депутат госдумы юп савельев который тоже должен был присутствовать на этой встрече я то помоложе профессора отделался парой синяков и царапин а вот олег гуревич которому уже под 70 в результате попал в больницу с травмой позвоночника первые пять дней он вообще пролежал реанимации в палате интенсивной терапии а закончилась все сложнейшая операция которая ему сегодня 22 марта 2007 года делали три с половиной часа закон российской федерации о средствах массовой информации в 27 декабря 1991 года статье 56 освобождение от ответственности гласит редакция главный редактор журналист не понесут ответственности за распространение сведений если они являются дословным воспроизведением сообщений материалов распространенных другим средством массовой информации англо-саксонское право например признает сведения порочащими в том случае если их распространение влечет умоление репутации опороченного лица в глазах правильно мыслящих членов общества побуждает остерегаться его или избегать такой же принцип заложен и в российском праве в судебной практике при рассмотрении дела защите чести достоинства и деловой репутации путем примирения применения статьи 152 гк рф в пункте 2 постановления верховного суда рф номер 11 от 18 августа 1992 года указывается порочащими являются также несоответствующие действительности сведения содержащие утверждение о нарушении юридическим лицом действующего законодательства или моральных принципов которые умоляют честь и достоинство гражданина либо его деловую репутацию попадает ли под действие статьи 152 гк рф распространение сведений содержащих меня лица лиц в событиях или явлениях да 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 еще раз поблагодарю попадает ли под действие статьи 152 гк рф распространение сведений содержащих мнение лица лиц о событиях или явлениях окружающей действительности соответствии со статьей 28 и 29 конституции рф данный вопрос тесно связан с конституционными правами и свободами человека а значит гражданин и граждане и юридические лица имеют право свободно распространять собственные убеждения и действовать в соответствии с ними использовать их для реализации своей свободы мысли и слова а также имеют право свободно передавать и распространять эту информацию любым законным способом в том числе и с использованием сети интернет пункт 1 статья 152 гк рф предус предусматривает опровержение порочащих сведений как способ защиты чести достоинства и деловой репутации гражданина в нашем случае слуцкера лишь случае диффомации анализ этой нормы гк рф показывает что данный способ применим только в том случае когда содержанием сведений является сообщение о фактах в отношении самого слуцкера а не мнение граждан выражающий свою оценку тому или иному явлению окружающей действительности только сообщение о факте может полностью или частично соответствовать или не соответствует действительности между тем в постановлении басманной межрайонной прокуратуры от 30 мая 2005 года проводившие проверку обращение 5000 признается что цитата книга китсур хульхан арух это свод законов предписывающий еврею и иудею определенные действия определенное отношение определенное поведение среди не евреев не иудеев которая может быть интерпретирована последними как негативное и оскорблительное отношение к ним некоторые ограничения установлены лишь пункт 2 статья 29 конституции рф нормы которые запрещают распространение убеждений возбуждающих чувство социальной расовой национальной и религиозной ненависти вражды и превосходства но именно книга цихур хульхана рух по мнению граждан подписавших обращение 5000 распространяет среди людей убеждения возбуждающие чувство социальной расовой национальной и религиозной ненависти вражды и превосходства лист еврейской национальности над лицами другой веры национальности и расы митрополита и она снычева спрашивали простите а вы сами а вы сами пишите ваши статьи митрополит столь же прямо отвечает конечно основу мне готовят это нормально и патриарху готовят у меня есть специальные лица которым я излагаю концепцию они пишут основные положения а дальше уже моя разработка состав этих кавычках специальных лиц которые готовили для владыки и она развернутые тезисы его идей подбирали цитаты проверяли фактическую сторону готовящихся публикаций и тому подобное входили кроме меня и другие помощники например анатолий степанов ныне главный редактор информационного агентства русская линия леонид болотин известный московский православный журналист сергей астахов ныне генеральный директор издательства царское дело думаю что они не откажутся под подтвердить мои слова вообще в рамках пресс-службы митрополита которую я возглавлял работала не одна а целых три группы специалистов первая группа референтов помогала владыки иоанну в подготовке его статьи вторая группа информационно-аналитическая регулярно готовила для владыки обзоры текущей политической ситуации по мере роста его популярности это стало необходимым ибо многие высокопоставленные политики далеко не всегда чистоплотные всячески старались заполучить его поддержку а самостоятельно следить за политической жизнью во всех ее подробностях у митрополита и она не было ни времени ни сил наконец третья группа редакционно-издательская занималась изданием трудов митрополита книг брошюры газетных публикаций и так далее псалом 34 4 стих да постыдятся и посрамятся ищущие души моей да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло псалом 68 7 да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя господи божий сил да не посрамятся во мне ищущие тебя боже израилев понаблюдать повадки у птиц и у зверей советует нам библия священное писание разумные все подметит и сможет усмотреть свое рабство с быками и сапсами кто как стремится к пище и питью и вредность бестолковая рядом твари зависимость от нас когда им все даем готовая уже или в посуде сварим вот так и мы зависимы во всем от божьей милости ее не замечая как ластимся когда господь нас бьет и пакости при свете и пакостим при свете и ночами нередко объем упрямую ослицу то палкой то пинком под тощий зад забыв задать ей корм воды напиться на шее клочья грознями висят похоже мы на транспорт гужевой но что вести нагружены ли в достой хозяин и кто и для кого живем и кто на нас к христу прибудет в гости честь воздаем корове по ее труду писанием молоком кого мы угощаем младенцы нежные по запаху придут но молоко младенца лишь в начале из подражания мы пользу извлечем учителем считая все что рядом в тиши поет и в стужу нам сверчок пчела ячейкой научит мед пчела ячейкой научит мед припрятать задумчиво смотрю на пса и кошку корю себя подчас что не ловлю мышей крадется грех и на душе так тошно что дал прогрызть украсть не гнал за шеи разуть глаза не не перестали дивиться по тексту тайному учителях нижайших подстегивают нас шипением пеньем свистом с покорностью у ног моих прижавшись 18 ноября 2008 год игнатий лапкин не перестали не перестали а а а а а а а а а Продолжение следует...